Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи Елена Климчук, читаем рынок, так называется передача, в ходе которой наша коллега из Твери, трейдер Елена Климчук, вместе с нами устраивает громкую читку, куда же нам двигаться по рынку. Елена, приветствуем вас! Добрый день, Игорь Николаевич, добрый день, уважаемые коллеги! Читая наш чат, действительно, наша трейдер-синагога, трейдинг-синагога, сегодня прекрасно работает, точнее, инвестиционная синагога, я по-другому не скажу, сегодня с юмором, господа, несмотря на то, что страстная пятница, скажу, что у меня обычно два торговые дня с жесткой подготовкой, покажу, как я готовлюсь сегодня на ТР-инфо панели, вот, и я всегда торгую в понедельник и вторник, вот, для меня это комфортные дни. Если я вижу в понедельник движение, я его отрабатываю, закрываю во вторник, если есть возможность, либо в обратную сторону взять на откате контртренд, либо его продолжить, я продолжаю этот момент, ну и, конечно же, всегда нужно заниматься любимым делом, я люблю смотреть картины, надеюсь, что скоро моя тверская ссылка закончится, я попаду в Москву, в конце концов, мы пробьем те, скажем так, моменты коррупционные, я в другом не скажу, которые иногда бывают ставят чиновники, вот, ну и переходим к нашим графикам, интересные сегодня позиции и по развивающемуся движению, по евро-рублю, там, а, да, нужно же камеру включить, то я думала, что все показывает, демонстрация рабочего стола, увлечена графиками сегодня, вот, два дня была без графиков, я даю себе возможность отдыхать, так, секундочку, во весь экран, отменим, так, во весь экран, теперь начинаем демонстрацию, переходим, вот, потому что мозгам надо отдыхать, когда ты действительно стараешься отработать сверхуточное движение, так, по евро-рублю, все, кто в евро хранит деньги, господа, я хочу сказать, что нужно оставаться без паники, по-другому не скажу, если 15-минутку включим, у нас часовик сейчас по инвестингу, видим, как есть попытка восстановиться от уровня 90.48.77 к евро-рублю, следующая точка, если это действительно истинный лонг, восстановление позиций, 91.05.19, и выше тогда поднимаемся, 91.63.30, почему я так размышляю, для всех, кто работает, как я говорю, по Фибоначчи, да, обращаем внимание, фактически 50-й уровень пройден, 38-й над ним, ну, 61-й, вот он ориентировочно, да, 89.94.03, да, реально, возможно, еще вот сюда падение к точке входа покупателя, мы все видим, если перекрестие поставить, да, покупатель здесь заходил, пытался в прошлых моментах вот добирать движение, не удержал, тут постарался вот отсюда дозайти, 89.96, не удержать его, старались пробить, шпилечкой не коснулись, и забираемся, США отменять свое учение не будет, соответственно, что Европа будет в силе, и позиции евро по сравнению со вчерашним днем должны все-таки усиливаться, может быть, сегодня будет и коррекция как раз вот на 91, но и на новостях, если что-либо произойдет по Америке, как сегодня, так и в воскресенье, как говорил Игорь Николаевич, соответственно, что будем ожидать в понедельник движение 91.65 и выше, все-таки это будет тогда такой вот широкий флаг с широким полотном, и по запасу хода от краешка флага будем откладывать вот-вот все вот расстояние вот от отметки 88 до хаев 92, вот это расстояние нужно будет замерить и отложить вот краешка флага наверх, но 67.5% движения лучше всего брать, в принципе, вот пока, конечно, страшно заходить на лонги, но есть товарищи, которые рискуют, в принципе, если перебьют предыдущие максимумы и над ними закрепятся, тогда действительно будет подтвержденное движение уже на лонги по евро-рублю. Теперь переходим на АТР-инфо-панель, лазарм моей подготовки к торговле еженедельной, вот давайте, наверное, с биткоина начнем, раз он у меня открыт. Если будет лонг, да, если будет лонг, то, соответственно, что на лонги будут подниматься к открытию дня сегодняшнего, 51.384 на центральном графике видим чистенькое движение, да, но все-таки больше смотрится в шорт на отработку нестандартного АТР к отметочке 47.0, ну какая, 65, да, вот у нас точка, я во вторник успела вот отработать движение, торгуем края боковика, называется стратегия, чуть выше краю закрылась, честно скажу, вот на несколько пунктов я поставила выше и несколько во вторник я даже подрастроилась, думаю, ну как же так, вот почему-то падает, да, вот здесь вот в этом месте падала, вот у меня, знаю, попало намного выше, вот, ну потом думаю, так, стоп, спокойно, новости, должно сегодня выше отработать, ну и как обычно, Господь хранит мои ручки, да, вот по-другому не скажу, вот выхожу именно там, где разворачивают, и слава Богу, почему, потому что от этой точки может начаться как раз вот либо коррекционное движение вниз боковика, если мы сделаем М30, более глубже сейчас рассмотрим этот график, да, не добили максимум, раз максимум не добивая, значит, все-таки будет разворачивать вниз, движение еще не готово подняться, да, красиво рисовали голову и плечи, такую вот шикарную, да, можно было отработать, но по новостному фону и по волатильности, как обычно, биткоин пошел вниз. Смотрим график дневной. Доллар и биткоин, точнее биткоин к доллару, да, что мы видим? Наблюдаем то, что получается мы отработали диапазон входа покупателя по марту, ушли ниже него, так сейчас линию открепим, клонируем, вот, и передвигаем к февралю. Есть еще одна точка входа покупателя, почему? Потому что на сегодняшний день мы еще один диапазон входа покупателя пробиваем, сейчас вот этой свечой, да, дневной. Я не скажу, что это есть хорошо, но это и не есть плохо, возможно, коррекция и отбой как раз от тела февральской свечи у ХЛС Александра Шевенкова, и, соответственно, что тогда уже будем рассматривать движение наверх. Ну и, соответственно, конец месяца всегда типично. Биткоин падает, а потом возобновляет свое движение на ланге. Да, глубокая коррекция, да, нестандартные новости, да, возможно, поджатие линии ЕМА на дневном таймфрейме на СЭЛ, но я бы пока не рассматривала. Да, если СЭЛ будет, то как раз он будет сформирован вот именно под точкой 52.431 для всех, кто торгует по индикатору ЕМА. Но я бы вот больше смотрела как глубокую коррекцию по биткоину и сегодняшние события по доллару, соответственно, что и дадут возможность отработать движение вверх. Смотрим все-таки на шорт 45.123.76. Вот сюда. Если шортим все действительно, да. Ну и, конечно же, я, например, торгую намного раньше, да, либо вторая половина дня, либо же действительно я рассматриваю позиции вместе с лондонской биржей, то есть пораньше подхожу к графикам, либо по лондону входим, либо чуть позже, когда вот подтверждает действительно истинное движение. Вот как по биткоину во вторник, то есть я когда вот была в эфире, да, биткоин не рассказывала, по одной простой причине были открыты позиции. Но сегодня без позиции прибыль за неделю 9%. Это достаточно неплохо. Так, идем дальше. Бренд. Так, по биткоину шорт. Шорт я сказала, да, куда, какой, отметочки. Нефть марки Бренд. По нефти марки Бренд. Если мы рассматриваем движение на лонги, то, соответственно, что мы откроем, давайте, 15 минутку, М15, да, по торговым сессиям, и поищем отметочку 65, 75, да, 65, 44, 50, ну вот, вот сюда вот, да. Вот, к этой точке, если мы сейчас подтверждаем открытие дня после 11-часового возобновления движения, значит, тогда к этой точке мы рассматриваем движение на лонги. Если действительно шортимся, уходим под край Азии, 64, 80, вот у меня написано, да, но вот 88, уже можно будет под этой точкой с ретеста рассматривать движение на шорт. Вот, для тех, кто торгует внутри Азии, как только Европа вошла внутрь Азии, не отработав ретеста движения на лонги, торгуем края боковика 65, 20, под этим уровнем можно было как раз заходить на шорты, и, соответственно, что подтверждение открытия дня, уже красненькое, у нас больше на шорт. На шорт куда? Видим открытие дня вчерашнего 64, 52, но вот дам такую поправочку, да, точно к этой отметке лучше свои заявки, тейки не ставить, кто торгует внутри часа, чуть-чуть приподнимаем перекрестие, и с учетом расширения спреда, спред сейчас у нас равен 5, да, пипсов, 5 пунктов, и по запасу спреда, да, вот выставляем сюда свои тейки, и почему? Потому что мы как раз еще будем касаться верхних краев азиатской торговой сессии, чуть-чуть под нее проваливаясь, вот так вот, и я считаю, что не выше, не ниже, да, а именно так лучше расставлять свои позиции, но это чисто для меня, и плюс под прошлые сигналы коррекции buy и sell, где концентрировались на зеркальном уровне, как продавец, так и покупатель. Если пускают ниже, да, ведь можно все-таки торговать, и без тейка переставляя свой безубыток, то есть стоп, двигая вниз, и маленькую прибыль себе обозначая, вот уже, когда дойдут до этого уровня, над краешком азиатской торговой сессии, над ним свой безубыточек поставить, то тогда можно рассматривать, заходя в предыдущую азиатскую торговую сессию, свое движение как раз к краю азиатской торговой сессии и к краю европейской торговой сессии на шорт на отметку 64,18. Но по нефти, как мы с вами и проговаривали, во вторник возможно было движение на лонги на 67,50, оно отработало и состоялось, если посмотреть мой прошлый обзор, что достаточно неплохо, вот, и позапрошлый вторник я об этом говорила, что эту отметку буду тестировать, но к концу месяца все равно могут упасть вниз, почему, сейчас посмотрим старший таймфрейм, да, долго рассуждаем, но тут действительно наше дело – это хорошая подготовка, бренд 4-х часовик можно посмотреть, по 4-х часовику видим внешняя недельная свеча, и как раз вот по движению внутри прошлой недели мы сейчас неделю прошлую забираемся, да, а прошлая неделя у нас старалась выйти за края позапрошлой, и вот как раз вот мы видим с вами ориентировочно прошлый вторник, да, вот, и цена поднялась наверх, почему? К этой точке здесь у нас разворачивал рынок покупатель, но в обратную сторону перезашел продавец, и отсюда всегда могут развернуть текущее движение в обратную сторону, и вот здесь мы смотрим, да, вот здесь вот у нас был продавец, поэтому всегда нужно смотреть, где стороны, не только в лонг, но и от какой точки развернуть шорт. Днесь пока у нас рассматривается по текущим позициям шорт, находимся под открытием дня, на открытие дня, если забираемся, да, идем к открытию дня на среды 65.75, то есть 65.80, как я говорила, выше к хаям среды, да, так, доллар, доллар, франк, хотели посмотреть сегодня, меня спрашивали, везде циашев, значит, по везде циашев смотрим в шорт больше, да, сейчас должен состояться либо ретест открытия дня сегодняшнего и вчерашнего, по одной простой причине, я так рассуждаю, открытие дня на одном уровне и пятница в настоящий момент решающий день. Смотрится в шорт, но если забираются на открытие двух дней и переподтверждают текущие максимумы, от них получается, мы отрабатываем ретест наверх, потом опять к ним же и падаем, да, вот к отметочке, которая, у меня сейчас давайте перекрестим, позначена будет, к отметочке 91.723, от этой точки можно уже рассматривать лонг к хаю среды и отработку от R92.170. На 92 даже круглый уровень можно рассматривать сюда с надежностью движения на лонг. Но если сейчас закрепляется и центральный график перевести на младший тайминг, мы видим, что рисуется шорт на M5, на M1 это будет стопроцентный шорт и рассматриваем движение к лоу дня вчерашнего 91.427, если под ним закрепляются, соответственно, что тогда забираемся под круглый уровень индикатора Александра Шевенкова, RON, PRICE LEVELS ALERT, 91.500 и двигаемся на 91.300 внутрь АТРа, ну а под ним, конечно, будет 91.250, который нужно будет в этом районе отработать, уходя под минимумы, которые обозначены были вчерашним, позавчерашним днем, сразу смотрим тогда шорты. В принципе, сейчас даже неплохо после подтверждения минимумов рассмотреть движение на шорт, но на M1 уже, кто торгует такие маленькие движения, можно было после ретеста и вот в этой точке рассматривать движение на шорт. Почему от этой? Несколько раз подводили цену к определенному уровню, да, в этой точке можно было с ретеста зайти и уже взять маленькое движение, но не высиживать коррекцию. Я, например, смотрю так, мы в большом движении берем маленькое и меня многие спрашивают, а зачем нужен большой депозит? Дело в том, что и плечи-то нужно соблюдать не двухтысячные, а сотые, максимально пятисотые, и лучше от большого работать маленькой частью и брать хорошее расстояние для этой маленькой части, достойно зарабатывая, нежели чем пересиживать коррекции и сразу закрываясь, потому что движение волатильное, я смотрю вот именно так, что лучше взять чуть-чуть, но сразу, нежели чем большое и расстраиваться, что не можешь ухватить. Доллар-рубль, вот интересное на сегодняшний момент движение, да, обращаем внимание, как скапливаются над открытием дня. Я бы все-таки доллар-рубль рассматривала от отметки 75.0925, больше вланги, но предпредтверждая предыдущие максимумы. Берем перекрестие, вот, переподтверждение, то есть, когда у нас цена отработает ретест от этой точки, да, ну давайте вот по телам свечей все-таки посмотрим, 75.12.28, можно было бы среди теста рассматривать и движение на лонг. Хотя многие сейчас уже зашли, зная, что цвет окрашивается в зеленый день, но пока рано, да, вот М1, даже вот мелкота такая, давайте, посмотрим, увеличим. Да, можно, можно нарисовать такой вот маленький микронный треугольник с пробоем на лонги, но, опять же, есть риск, что можно будет пересидеть движение вниз, для тех, кто может пересиживать, как еще один тест минимумов, отметочку, 74.95.48, но под ней будет заходить продавец, поэтому сейчас пока рискованно заходить на лонги, но все-таки больше рассматриваем в лонг. Если мы посмотрим предыдущие дни, например, так, закрыли, ну ладно, что закрыли, сейчас другой график, посмотрим. Долларубль, так, открываем, опять, вот, по доллару рублю M5, значит, что мы смотрим, если лонг, то лонг, получается, клоу дня четверга на 75.37 и, соответственно, что забираясь уже в движение дня вчерашнего, следующая отметка на повышение 75.52, но Ямай распахнуто больше все-таки на шорты, и я бы больше смотрела, вот если мы сделаем встанет, то старше M15, да, все-таки как возможное движение на лонги, возможное, да, почему? Потому что есть еще алюминимум, который нужно будет переподтвердить, образованный прошлой пятницей, если на него забираются, на это сопротивление, делают из него поддержку, тогда действительно смотрим доллар-рубль в лонг, но ждем новости, видим, как открытие дня у нас красного цвета становится, и, соответственно, что тогда и рассматриваем движение дня на шорты, увеличиваем по доллару-рублю, и к отработке минимумов под минимумами дня сегодняшнего, тогда же можно вот с ретест рассматривать продолжение движения шорта, но все-таки больше смотрится в лонг, и сейчас пока идет борьба за открытие дня и переворачивание текущего движения на лонге, я больше так смотрю, все-таки доллар-рубль на лонге, лечение никто не понял, так, ну что, добавлять график не буду, это достаточно долго, перейдем на стандартный мой профиль аналитика на М15, и там доработаем текущие моменты, которые еще успеваем, так, 9 минут у меня еще есть, сейчас все быстренько подгрузится, ждем, 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 бывает такое, да, все, подгружаются наши графики, так, не рассмотрели мы еще фунты, давайте, вот, давайте все-таки еще с евро, да, быстренько посмотрим, евродолго всех интересует, вот, особенно одного из наших коллег, которые по этому индикатору торгуют, индикатор торговых сессий, сразу видим, на Европе постарались забраться внутрь азиатской торговой сессии, не пустили, раз не пустили внутрь азиатской торговой сессии, значит, тогда рассматриваем движение на ланге, ретест у нас состоялся, отработали открытие дня вчерашнего и позавчерашнего, на новостях начали расти и евро к доллару пока у нас отрастает, куда будет отрастать внутрь атера на отметочку 1.2750, если мы рассмотрим тайминг постарше М30, М30, видим, как рисуется плак с широким полотном, уже всем на глаз, я думаю, видно эту техническую фигуру, и, соответственно, что 67,5% движения, это будет к отметке 1.21250, а 100% чуть-чуть над уровнем 1.21500, я бы больше так смотрела, что все-таки этот инструмент будет у нас идти на ланге, открепляем нижнюю красную линию техническую, мою, и вот истинный у нас получается ланг, начнется от круглого уровня 1.2750, тогда уже будет отработка флага, но, опять же, видим максимумы, максимумы вторника, максимумы, образованные четвергом, их по динамике движения нужно будет переподжать, то есть стукнуться в круглый уровень 21.300, отбиться от него, и только потом идти наверх, потому что многие говорят, а как же так, движение еще находится между уровнем, почему оно не пошло, но тут вопросы нужно задавать и маркетмейкерам, и товарищам, которые фундаментально двигают рынок, и вот это вот движение к отметке 21.250, оно может закрыться по новостям как сегодня, так и в понедельник, поэтому для каждого диапазон расстановки своих тейков абсолютно разный, я торгую внутри дня, вот 25 пунктов или 50 для меня достаточно, если мы берем 100 пунктов и более, ну что ж, отлично, хорошее движение отработали, а 25-то нормально, вот как Игорь Николаевич говорит, 30 пунктов, это хорошо, так, переходим в фунт-доллар, по фунту-доллару, смотрим, что у нас, день открыт на ланге, на ланге день открыт, сейчас будет переподтверждение края Азии, сработала поддержка у нас по доджи уровню, на 1.38.606, оно вытолкнули наверх, и соответственно, что мы уже торгуемся в теле свечи прошлой европейской торговой сессии, значит, тогда и будем тестировать максимумы европейской торговой сессии дня вчерашнего и минимумы дня азиатской торговой сессии на отметке 39-242 под этот уровень и под открытие дня как раз вчерашнего и позавчерашнего, если бы я торговала этот инструмент, я бы вот смогла поддержать эти позиции, но опять же с учетом спреда, и здесь еще и обозначение АТР сильный уровень, поэтому пока рассматриваем фунт-доллар как коррекцию, а дальше возобновление ланга, или же забираемся внутрь торговой азиатской сессии и уже торгуем внутри, внутри азиатской торговой сессии, уходя под ее минимумы, будем тогда рассматривать шорт, шорт куда? 1.38.00, 3.0. Фунт австралийский доллар, вот по нему, конечно, можно брать хорошие движения, но их надо выжидать, когда они ровненько внутри дня идут в одну определенную сторону, это достаточно неплохо, почему? Потому что можно попадать вот как на прошлой неделе в коррекции, вот, в запилы, я такие движения не торгую, а обычно может быть лучше день-два подождать, но выбрать чистенькое движение, зайти под уровнем и отработать, как говорится, глубокий вдох рынка, ну, а в настоящем моменте тут выдох, да, что по австралийскому доллару, что по фунту австралийскому доллару видно, да, видно, что дневная свеча у нас шортовая, шортиться будем до отметочки на 1.79.154 минимума в дня сегодняшнего и под уровнем 79.250 можно уже будет рассматривать вот как раз под ним движение на шорты к точке входа прошлого покупателя 1.78.500 забираясь на открытие дня, соответственно, что смотрим то, что у нас есть еще и максимум от дня сегодняшнего, к ним будет движение первое на ланги и от уровня 1.79.750, а это шортовый уровень, под которым нужно всегда о цене либо закрепиться, чтобы падать, либо над ним мощно утвердиться, чтобы действительно с большой коррекцией уже торговать наверх, вот от 750 уровня больше смотрим тогда в ланги, опять же видим двойное дно, отталкиваемся наверх, ударяемся от тела свечи среды фактически, вот, падаем опять к поддержке и от поддержки выталкиваемся КПР на 80 750, по-видимому это может быть даже и движение недели будущей, но пока смотрится в шорт, если не дорисует двойное дно, соответственно смотрим так, на М30, М15, что нам показывает, М15 нам показывает, что действительно шорт, М5 нам показывает, что возможность шорта есть, потому что мы уже этот уровень тестили несколько раз, от него можем сейчас еще и отбиться, М1 тоже будет показывать черные свечи медвежьи, бычьи, да, вот, на медвежьи пока полагаться рано, но, опять же, если мы перебиваем отметочку 1,79, 367, шорт, тогда уже будем рассматривать от этой точки поддержку движений на шорт, и как раз цена у нас застревала между открытием дня вчерашнего и сегодняшнего на сегодня, и я бы больше, конечно, сейчас на М15 рассматривала движение в шорт, но с коррекцией, да, в 12 часов еще будет новый 4-часовик рисоваться, пока еще коррекция, ничего определенного по фунту австралийскому доллару сказать нельзя, но есть еще и новость, новость у нас во сколько выходит в 11.30 вот по закрытию моего обзора, да, в 11.30 если поддержит движение на шорты, то шорт действительно может быть хороший как к круглому уровню 1,79, 3,0, так и к АТРу, над которым расположен также круглый уровень 1,78, 250, пробивая точку входа покупателя предыдущего, но вот пока спорят, лучший вход конечно был на шорты 1,79, 566, вот такое движение я бы больше рассматривала, ну и соответственно что с ретеста под круглым уровнем 1,79, 500, можно было бы поддержать эту сделочку и позицию или же закрыть ее там, где она уже и разворачивалась, разворачивают, выходим, у меня обычно такой принцип, так, ну вот основное, наверное, она все рассказала, так, успеваю еще что-то сказать, наверное, только ответить на вопросы, потому что мое время, как в сказке говорят, истекло. Хорошо, спасибо большое вам за ваш обзор, Елена, очень интересно, давайте остановим демонстрацию рабочего стола, у меня к вам вопрос, вы рассмотрели биткоин, дали ориентиры, сами в какой-то форме наживаете сейчас биткоин? Игорь Николаевич, можно еще раз вопросик, что по биткоинам? Биткоин в какой-то форме сами торгуете? Да, 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 я торгую биткоин, USD на робо-форексе. То есть, с СЕВД, да? Да. СЕВД, я понял. Какие у вас результаты за последний год, например, получается зарабатывать на них? Это очень сложный инструмент, поэтому я интересуюсь. А давайте я скажу так, вот я вовремя почему-то успеваю выходить. То есть, я беру небольшие расстояния, и я беру то расстояние, когда я вижу, что работает технический анализ. Так же, как и по золоту. А если мы видим по золоту, что движение спокойное и техничное, вот, кстати, биткоины, золото очень по своей динамике сейчас стали похожи непредсказуемости. И в них так же, как золото прятали денежки, сейчас прячут денежки в биткоин. Те, кто, например, торгуют на рынке спот. И сейчас большинство, вот я вот беседую с коллегами, большинство коллег говорит о том, что, да, биткоин падает, но это движение временное, по одной простой причине, достаточное количество фундаментала сейчас формируется для его дальнейшего роста. и то, что сейчас на рынках говорят, что, да, биткоин падает, все уже до луны назад, до луны еще мы не долетели, и еще о чем-то говорить рано. Я считаю, что у кого есть наличные биткоины, пока еще стоит их поддержать, это хорошее вложение, поэтому будем ждать. Я понял. Какой-то вопрос страшный от Джеймса Бонда. Лена, инвестиционная синагога, это отличное название для нашей лавочки, буду иногда пользоваться с вашего разрешения. Разрешаете? А, авторские права. Нет, 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 кто-то там впереди писал про наше изречение, да. Это счет типа про, ужас, холли трейдинг. Господа, я вам хочу сказать одно, не судите тех, кто успевает выводить деньги. Вот это самое главное. Взяли и вывели. Вот, а типа про или не про, важно, сколько в вашем наличном кошельке. Я отвечу так. Я понял. А у кого есть по споту хорошие контракты, тому про счет не страшно. Вот и все. Я понял вас. Ирина, спасибо вам большое за ваши обзоры, комментарии по практике торговли биткоином, вам хорошего дня и удачи сегодня. Благодарю, Игорь Николаевич, благодарю, уважаемые коллеги. До встречи на следующей неделе. До свидания. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!